ну здравствуйте это я будем знакомы а это вы и вы нам пишите спасибо например в россии сопротивления нет в россии есть недовольство трусливая кухонная диванная ну и так далее и вот наш ответ боевой листок периодическое издание про смелую россию настоящего представьте себе она существует 24 августа 2023 год день независимости украины в нижнем новгороде казанское шоссе напротив здание фсб телеграм-канал нижний новгород без цензуры сообщает на этом месте висел огромный пакет но никто не догадался что внутри около шести часов утра пакет слетел а там на место тут же прибыли сотрудники мчс флаг демонтировали город иваново тоже встретил день независимости украины флагами и не только ивановцы желают украине процветания публикация из телеграм-канала свободные люди иваново украинский флаг 24 августа был поднят и над бердянском на мелитопольском шоссе до обеда не могли его снять сообщает телеграм-канал злая мавка очень злая и это не просто телеграм-канал не злите украинок оккупанты достали партия не любители россии это женское партизанское движение на оккупированных территориях украины мариуполь симферополь бердянск а вот здесь можно скачать листовки и 50 рублевки партизанские купюры с надписями вы в украине и это вам не россия кстати активно редактируют банкноты собственно и в россии ударно трудится антивоенный комитет кубани сейчас укрупним фотографии для чего ты в украину с автоматом налегке неужели жизнь положишь за дворец геленджике ну и еще вот про дедушку с ордером ордером суда в гааге на арест дедушку который крутит рулетку понятно русскую понимаете гарич очень правильно написал что век наш требует нас ты можешь выйти на площадь ты смеешь выйти на площадь в тот назначенный час я думаю тоже самое испытывала восьмерка во главе с павлом литвиновым с ларисой багарас когда они пошли на красную площадь в 68 году 1968-2023 ровно 55 лет 25 августа 55 лет со дня самого известного и значимого советского протеста на красную площадь вышли 8 человек с лозунгом за вашу и нашу свободу это была акция против ввода советских войск в чехословакию а это инсталляция к юбилею акции марсово поле питер автор неизвестен протест называют демонстрация семерых в ходе следствия участникам акции удалось доказать что самая юная из них 21-летняя татьяна баева просто проходила мимо семь человек на красной площади это по крайней мере семь причин по которым мы не сможем ненавидеть всех русских из пражской газеты того времени литерарные листы увы из нового российского учебника истории о советских диссидентах известных всему миру процитировать нечего но есть там такое например сво сплотила наше общество сегодня россия воистину страна возможностей каких именно возможностей не уточняется разве что отдать жизнь за родину эта фраза в учебнике есть и вот новый протестный стрит-арт на тему могли бы жить в учебнике по астрономии но живем в учебнике истории группа явь питер а это уже москва улица хачатуря на плакат в память о погибших 19 августа в украинском чернигове в результате обстрела драм-театра семь человек тогда погибли среди них был шестилетний ребенок автор плаката художник под ником bfmth школьные годы протестные могут стать такими теминистское антивоенное сопротивление предлагает учителям и родителям провести так называемый антиурок его темы что такое милитаризм и антимилитаризм новые учебники истории и пропаганда в них пираты и дельвейса как немецкие подростки сопротивлялись нацизму и 19 лет трагедии в бесслане скачать подробный план урока можно вот тут в телеграм-канале феминистского антивоенного сопротивления антиурок наверняка могли бы провести учителя одной школы в перми но им пришлось уволиться накануне 1 сентября все началось с того что вагнеровцы из правоенного канала прикамские витязи пришли проводить уроки в пермской гимназии номер 12 эта школа с углубленным изучением немецкого языка ссылаясь на закон об образовании им отказали в образовательных учреждениях запрещена политическая деятельность политическая агитация принуждение учеников к принятию политических религиозных или иных убеждений также запрещено разжигание национальной или религиозной розни так говорит закон и директор школы и учителя несут ответственность перед этим законом но отказ обиженным за этникам не понравился и они начали добиваться увольнения директора елена михайловной ракинцевой эти плакаты на школьном заборе появились после того как ученики узнали что директор елена ракинцева увольняется более того как выяснил независимый проект перм 36 и 6 вслед за директором уволились еще 11 сотрудников учителя и завуч по воспитательной работе и вот подробности по информации телеграм-канала диссидент зет активисты устроили травлю донесли в управление образования но школьники и их родители стали на сторону директора и около сотни человек готовит сейчас обращение в прокуратуру в прокуратуру жаловаться на сталина инициатива одного смелого депутата депутат псковского областного собрания артур гайдук обратился в генпрокуратуру из-за установки восьмиметрового памятника сталину в городе великие луки его открыли 15 августа депутат назвал это проявлением неуважения к памяти жертв политических репрессий а житель соседнего города новосокольники бывший полицейский а сейчас гражданский активист андрей иванов специально приехал великие луки встал в одиночный пикет и его даже не задержали я историк по образованию и в силу этого я антисталинист плюс многие мои родственники были репрессированы я был обязан это сделать показать что и на псковщине в депрессивном регионе еще остались люди которые не могут это все переварить и принять объяснил иванов в интервью изданию север реалии понятно блогер из воронеже павел сычев регулярно проводит опросы на улицах города и это тоже такая форма протеста в этот раз он спрашивал есть ли в россии политзаключенные и свобода слова считаешь ли ты что в стране есть политические репрессии политзаключенные да что есть вот может быть что то слышал о сроке алексея навального 19 лет да слышал как к этому относишься очень серьезный срок возникает очень много вопросов потому что у меня есть юридическое образование вот и меня немного поражает когда поступят статье за убийство сроки намного меньше дают капец жалко не знаю посадили это очень долгий срок за инакомыслие давать 20 лет это как несправедливо мягко говоря тем более такого режима ощущаете ли вы свободу слова россии лично себе спасибо вам большое всего доброго ребят пару слов конечно как вы думаете если в россии политические репрессии политзаключенные без комментариев про свободу слова история одних похорон в городе иваново может скажете ольга анатольевна два слова сейчас скажу сейчас закопать мы сегодня здесь решили почти так сказать память конституции нашей прежде всего это 29 статья о свободе слова кстати сегодня дата еще такая знаковая здесь 1915 году в этот день была расстреляна антивоенная демонстрация рабочих иванова сейчас конечно за выход на улице не расстреливают но тем не менее возбуждают дела сажают участников похорон не задержали но спустя 12 дней активистку ольгу назаренко вызвали в полицию составили протокол о нарушении установленного порядка организации акции и вручили повестку в суд на 4 сентября сообщает овд-инфо и вот главные герои августовских протестов те чьи имена известны по информации опять же овд-инфо и других правозащитных ресурсов москвичи горзайцев одиночный пикет на тверской задержан оштрафован ему нужно собрать деньги на работу защитника в апелляции комсомольская площадь 36 хабаровск надежда филимонова не была задержана что случилось подлодкой курск она утонула что случилось с россией она утонула в крови виталий иов и питер задержан оштрафован отпустили снова питер дмитрий гвоздев задержали составили протокол отпустили николай борисов воронеж задержали составили протокол отпустили игорь корнелаев москва задержали взяли объяснение отпустили ты ему раз карт за и я москва был задержан оксана осадча москва задержана сейчас на свободе антон малыхин москва задержан о штрафе ничего не известно алексей пермь задержали составили протокол отпустили андрей калашников саратов задержан не был александр правдин гатчина задержан не был и И обнадеживающий финал. Телеграм-канал ТВ-2 новости Томска и Сибири. В поселке Центрополигон Тегульдетского района установили крест, сосланным в период сталинских репрессий. Изготовили его за лето. Средства для изготовления креста собирали сами жители поселка. Местный священник провел панихиду. И вот та самая смелая Россия настоящего. По итогам августа. Здесь те города и регионы, жители которых протестовали так или иначе. Где-то тише, где-то громче. Но все-таки.